привет всем всем добрый день блин я в шоке от чего значит у меня немецкая овчарка в сентябре в середине в сентября нам будет три года точного числа никто не знает так как нам он попал четырех месячным трех четырех ножки еще не встали у него вот я не знаю теперь конечно после его появления я постоянно сижу если мне что-то какая-то информация по уходу за ним нужно вечно сижу в youtube ищу информацию напишу значит заводчиком созваниваясь ветеринар ветеринара так хорошего я не знаю вот одним словом вот эти вот три дня даже почти три четыре дня я вот наблюдаю и вижу что на эти верхушки ушей кончики садятся мухи грызут их как они вот на корову садятся вот так вот таким образом они прям я вот заметила что они сидят на ухе я конечно побежала принесла почему-то я подумала что там ранка была такая небольшая и почему-то я удивилась что на обеих ушах вот такой какое-то уплотнение небольшое но прямо на самих кончиках и пошла я обработала я йодом есть такой специальный йод вот если корочка поранится или там крупно рогатый скот одним словом для всех предназначена вот это вот штука брызгать подшикать на рану типа обеззараживает типа йода этим словом но побежала я обработала раз ну в этот день я больше не заметила потом через пока корочка одним словом а этот день не трогает на второй день опять эти мухи побежала опять у нас уже начало так заживать так хорошо потом думаю да я же вроде бы и от мух от клещей от всего меня собака обработанная побежала я взяла этот барс обработала заново ну все думаю все мы в безопасности я в шоке полезла в этот в youtube просто я вчера загуглила мухи садятся на кончике ушей собак и у меня там всплыло столько все столько информации так действительно они грызут уж уж и представляете блин столько же надо знать я так боюсь что я что-то пропущу по прививкам по обработке от клещей там от глистов вот этого никогда у нас не было и в ютубе я смотрю что все люди которые имеют собак мучаются у всех такая проблема и почему-то написано что грызут уши только старых старичков собак неправда они грызут и мой молодой кобель нам три годика будет только в этом месяце блин как быстро время летит вот и везде почитала я и советуют намазать уши мазью вишневского есть такая же мазь делать содержится хорошо что это мазью меня дома есть была но вот сейчас побежала я обработала уши вишневской мазью как-то она еще называется не знаю я по умному мазь советских времен бесподобная представляете что только не бывает кошмар вот такие дела сегодня я продала своих утят с двумя мамками это я продала 17 утят и двух уток за две тысячи три дня со мной эта женщина звонила торговалась просила за полторы я и уже от ее наглости и уже ей грубо отказала так она мне звонит вчера ночью и говорит я еще раз добыла 500 рублей пожалуйста отдайте мне их за две тысячи вот я отдала плюс еще я подарила мамулечку с ее дочкой ей просто так бесплатно ой блин муха залетела и кусается к дождю видно такая жара у меня сегодня на она по плану должен был быть и забой уток но он будет после обеда как чуть-чуть чуть-чуть как хоть хотя бы если ветерок паду и так не страшно было бы так обработала я всю территорию агитой и жду пока прям с утра пока мух станет меньше но я совсем забыла о тех мухах которые прилетают так как вот эти мухи они же говорят чувствуют запах за километры так и самое интересное я обработала свою территорию а про этих забыла и только я в тот раз только-только приступила к обработке так столько их налетела я сняла просто крупное перо и бегом уже побежала правда дорабатывать их уже домой невозможно было просто вот одним словом нужно ребят следить за жидностью не сводить с них глаз территория у меня уже пустая у меня там практически ничего нету ничего страшного вот такие его дела всем пока всего доброго кухонные весы не могу найти сегодня пятница объездили магазин мы купили мясо а кухонных весов нету и мне надо замерять взвешивать взвешивать и соль мне пять граммов нужно и мясо мне по граммам где сто где сто восемьдесят где триста двадцать одним словом одним словом расстроилась я из-за этих весов в пятницу сегодня не работают магазины у нас входные люди в мечети идут в ангелила я тут сижу у нас гости наверное уже с утра не собираются уходить но это их дело я их раз покормила вчера на ночь делала птицу ой птицу ой птицу ой она мне так пригодилась покушали ее и сделала я в сковородке на плите хлеб уже съели я вам покажу как я делаю раз плюнуть дело я думала там прям в духовке я умею как а на плите не делала никогда вот вчера ночью в одиннадцатом часу испекла и легла спать такая удовлетворенная счастливая что он у меня получился одним словом его уже съели остались только кружки так вот ребят такие дела гость наш услышал крик уток и деликатно попросил уточку я у него спрашиваю есть кому зарезать обработать он говорит да думаю хорошо поймала утку посадила в клетку я двух ему поймала одно черно-белое второе белое один у меня мальчик белый а вторая девочка они у меня до сих пор несутся вот допустим жильем берут чем да и там будут резать блин не смогла я их никому за копейки просто отдавала их и отдаю никто не покупает одним словом такие дела сейчас уберу уток у меня осталось 4 инюка молодых шестимесячных вот так за них практически не переживаю так как окармливаю я если наберут вес мы их зарежем я сделаю тушенку и на кашу пойдут они вот что еще нового нового ничего вот видите молодые мухи периодически обрабатываю я ее агитой вот только они вылупляются я их обрабатываю и до следующего вылупа их территория у нас чистая мы спокойно живем а только где бы мне бы найти их маточку узнать где она плодиться мымра было бы вообще хорошо столько денег уходит на эти липучки ленты и на дихлофос вы даже не представляете у меня в одной в прохожке четыре ленты и никакая сетка москитная не помогает потому что открывается дверь они успевают вперед меня залетать вот такие дела вот что значит вовремя не купить то что тебе надо я и на эти мерные ложечки натыкалась сто пудов не взяла и на эти кухонные весы я натыкалась я знала что они мне нужны и не взяла сегодня мне винить некого кроме себя заработала я сегодня две тысячи на этих утках и утятах все у меня такая мощная камера на этом телефоне вот эта штучка которая лежит я вот отодвигаю телефон вот и практически не видно а камера огромное ее показывает так ребят ну всем пока что то я устала сейчас мясо нарежу у меня нету вот этой штуки чтобы установить камеру чтобы вам показывать что я делаю у меня никогда не бывает лишних свободных денег на эту штуку она мне нужна мне столько в голову столько раз приходит установить ее и заснять то что я делаю но из-за ее отсутствия просто-напросто многое остается за кадром вот ребят крик души я расстроена из-за этих весов конечно сегодня пятница ничего нигде не работает а мне сегодня надо было обязательно начать я не знаю как отмерить 5 грамм соли есть у меня магазинные весы 35 килограмм магазинные но там по-разному да там как-то ну там по-разному поставишь в середине показывает 5 поставишь отодвигаешь на край показывает 11 и вот я боюсь так вот ладно ребят всем пока добра всем пока здоровья